МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер прямо сейчас в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тысячи погибших, сотни пострадавших. В Крыму почтили память павших участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Без дома, но с деньгами. В Симферополе продолжается снос самостроев и в микрорайоне Стрелковая. Десятки инстанций, а вопрос не решен. Эльвира Телябаева не может оформить жилье. Десятки специалистов и сотни датчиков. Крымский мост проверяет на прочность. Спелая, сочная и ароматная. В Крыму начался сезон клубники. Об этом и не только. В течение 20 минут. Тридцать два года о Чернобыльской катастрофе. В Симферополе почтили память героев-ликвидаторов. Памятные мероприятия состоялись в парке имени Гагарина. Почтить память павших в страшной трагедии пришли участники ликвидации последствий катастрофы, представители крымского правительства, а также жители Симферополя. Крымские священнослужители провели панихиду, а участники митинга возложили цветы и венки к мемориалу. Чернобыльская катастрофа – одна из крупнейших в мире. 26 апреля 1986 года на четвертом блоке произошел сильный взрыв. В результате в атмосферу было выброшено около 520 опасных радионуклидов. Радиозаражение составило 30 километров, а площадь загрязнения территории – 160 тысяч квадратных километров, которые в настоящее время входят в состав России, Украины и Белоруссии. Молодое поколение не забывает об этой дате, и поэтому они вот сегодня собрались, в основном уже очень мало ветеранов осталось уже чернобыльских, ну и молодежь, которая помнит это, и благодарит нас за то, что мы приняли участие и ликвидировали эту аварию. В микрорайоне Стрелковая продолжается подготовка к строительству крупнейшего района Крымская роза. Эта часть крымской столицы превратится в современный жилой комплекс. На каком этапе идет подготовка – в нашем следующем репортаже. Стены и фундамент – это все, что удалось построить семье Кадыровых. О своем законном жилье Февзье мечтала долгие годы, но получить документы на занятый участок так и не получилось. В таком же положении оказались и десятки семей. Они получили материальную помощь и готовы к законному строительству. Застройщик с нами общий язык нашел и предложил, что все, что мы потратили на постройку, вернет. Вот нашли мы диалог, и они вернули все деньги, мы сносим дом. Сегодня идет процесс добровольного демонтажа незаконного строения. В большинстве случаев объекты представляют собой дома без отделки. Проблема с документацией, с благоустройством участка для жителей этого микрорайона совсем не новая. Людям уже выдали около 30 миллионов рублей. Дом будет сноситься, строительная фирма компенсировала все вложения, ну и на добровольной основе делают снос. То есть мы не против. Да, уже будем строиться на нормальном, на законном месте, на законных основаниях. Территория официально принадлежала сельхозпредприятию, поэтому строить капитальные дома на участках не спешили. Решить земельный вопрос удалось только сейчас. Новый владелец территории – строительная компания. По закону жители обязаны освободить захваченную землю. Однако инвестор и крымские власти встали на сторону людей. Даже за недостроенные времянки семьям выплачивают компенсации. У нас 4-5 домов в неделю разбираются. Люди идут на контакт с нашей компанией. Сегодня два строения, через несколько дней будет еще два строения разбираться. Люди получают материальную помощь от нашей компании, абсолютно адекватно на той оценке тех затрат, ресурсов, денежных средств, которые они понесли. Те люди, которые сегодня дома разбираются, и деньги они уже получили, эти деньги пойдут как раз на их новые дома, в том числе в посеве Мирное, где строятся. Ну и вторая семья подбирает себе земельный участок. Добровольно демонтаж незаконного строения на самозахвате Стрелковое продолжается. На решение проблемы уйдет не один год. В каждом конкретном случае власти Крыма обещают индивидуальный подход. Этот район станет самым современным в истории полуострова. Проект будущего «Крымская роза» рассчитан на 20 тысяч жителей. Новый жилой комплекс, где будет вся инфраструктура, построят в течение 11 лет. Уже в следующем году здесь начнут строить крупнейший на полуострове жилой комплекс. Бизнес-центры, школа, детский сад, медицинские учреждения. Два 43-этажных небоскреба по 180 метров. Эльвира Телябаева долгие годы не может оформить свое жилье. Обошла десятки инстанций, однако положительного результата так до сих пор и не получила. Со своим вопросом она пришла на прием к депутату Госдумы Руслану Бальбеку. Наш корреспондент Алимека Эбулаева узнавала все подробности. Вот, пожалуйста, поснимайте в каких условиях. Мы уже 15 лет. 15 лет живем. Ни света, ни газа. Вот на такой стадии остановилось строительство семьи Телябаевых. Несколько недостроенных комнат, никаких условий. А матери и сыну приходится ютиться в одной комнатушке. Полноценно построиться боятся. Нет ни денег, ни правоустанавливающих документов. Лишь полгода назад семья, продав участок, смогла накрыть крышу. Коммуникации здесь также отсутствуют. В течение 15 лет уже, наверное, миллион раз обращалась. Нигде ничего, никаких движений. Живем как в каменном веке. Без газа, без света, двое детей больных. И пришлось обратиться. Надеюсь, что Руслан Исмаилович сказал, что мучения все закончатся ваши. Надеюсь, что лед тронулся. В администрации города сейчас работают над этой проблемой. К ним обратились 400 граждан, у которых есть построенный объект, но нет правоустанавливающих документов на земельный участок. В администрации города Сиферополя началась работа по заканиванию построек, которые построены по способам. И где-то до 14-го числа Эльвира Джамакулуна будет приглашена в администрацию города, где напишет заявление в комиссию по предоставлению заключения о признании ее строения объектом индивидуального жилищного строительства. Ее вопрос будет рассмотрен на комиссии. На прием к депутату Госдумы также обратились другие граждане с просьбой посодействовать в получении и оформлении земельных участков. Энвер Тимиркаев, кроме участка, не может получить справку о реабилитации. Это прислал самаркандскую воду. Мне сказали, это было при Украине, ваши доводы не беспочвенные. Руслан Бальбек мгновенно отреагировал на эту проблему и сразу же дал разъяснение по ее решению. Каждый озвученный вопрос взят под личный контроль депутата. Алимек Айбулаева, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. Жилищные и земельные вопросы, проблемы с гражданством. Сегодня прием граждан состоялся и у председателя Госкомнации Ленура Абдураманова. Марлен Аметов долгие годы ждал получения участка. А когда участников так называемых полян протеста начали включать в электронный реестр, его семья туда не попала. С этой проблемой он обратился в Госкомнац. Не попали в списки МИЗО 2016 года по городу Ялт. Говорят, что был сбой, электронный сбой в системе. Пали в электронную очередь те, у кого стоят, допустим, ну, времянки какие-то недостроенные. Именно, получается, у кого дома нет ни в электронной очереди. Мы будем надеяться на что? На самое хорошее, что в России решат наш вопрос быстрее. Зарема Аблякимова стояла в очереди с 2006 года. Земельный участок хотела получить в селе Мирное Симферопольского района. В 2015 году, когда собирали данные для внесения в реестр, ее не внесли в списки. Реестр закрыли и вопрос не решился. Подали документы, новый пакет. В электронной базе есть, а в реестр не попало. Мы не просто с улицы пришедшие, мы поля на протесты. С того времени, с 2006 года. Если я просто с улицы пришла и бы требовала, другое дело. Люди уже как бы нервничают. Это вопрос ни одного дня, но он должен решиться, ну, как бы скоро. На прием приехало более 20 граждан из Ялты, Сагбах, Чисарая, Евпатории, Белогорска, Симферополя и Черноморского. По каждому вопросу были даны разъяснения. Напоминаем, прием граждан осуществляется два раза в месяц. В первый и третий четверг по адресу город Симферополь, улица Трубаченко, 23А, с 9 до 13 часов. Попасть на прием можно по предварительной записи по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Очередное заседание Комитета по межнациональным отношениям состоялось в Госсовете. Обсуждали итоги за 2017 год взаимодействия органов власти с казачьими обществами. И особое внимание уделили закону о мерах социальной поддержки реабилитированных лиц, пострадавших от политических репрессий. Строительство объектов ФЦП, вода, электро- и газоотведения в местах компактного проживания. Эти вопросы стали основными в повестке дня. На сегодняшний день из 37 проектов по ФЦП, могу сказать, около 30 реализуются в местах компактного проживания и направлены на улучшение качества инфраструктуры. Так, на сегодняшний день уже завершены реализации следующих проектов. Это строительство газопровода низкого давления в поселке Молодежном, поселке Айкован. Первый этап водоснабжения села Строгановки завершен по итогам 2017 года. В этом году мы начинаем проектировать и будем строить на следующий год уже второй этап водоснабжения. Десятки специалистов, сотни датчиков и груженые самосвалы. Крымский мост проверяют на прочность. Совсем скоро 19 километров можно будет проехать всего за 15 минут. Как сдали свой первый экзамен главные сухопутные ворота Крыма в нашем следующем репортаже. Крымский мост проверяют на прочность. Автомобильную арку испытывают сразу 8 груженных самосвалов. Десятки датчиков, установленные по всей конструкции, фиксируют движение, отклонение, градусы и амплитуду. Ученые проверили буквально каждый метр. Проводим статические приемочные испытания арочного пролетного строения и динамические приемочные испытания, по результатам которых будет составлено заключение для приемочной комиссии. Свой главный экзамен мост через Керченский пролив уже сдал. Уже скоро объект получит технический паспорт, своеобразное свидетельство о рождении. Но и после этого за транспортным переходом будут внимательно следить десятки специалистов и четыре сотни датчиков. Мы находимся возле рабочего места одного из диспетчеров, из тех 18 диспетчеров, которые будут работать. Самым длинным транспортным переходом в стране управляют как настоящим космическим аппаратом. Круглосуточно все данные будут стекаться в этот центр. Усиление ветра, пробки или же перегруженная фура – диспетчеры узнают обо всем мгновенно. Сюда приходит вся информация с моста о деятельности всех систем. Она здесь обрабатывается специальной программой и раздает диспетчерам сценарий развития событий в случае возникновения тех или иных инцидентов или ситуаций, которые возникают при эксплуатации моста. Строители асфальтируют последний участок. Пролеты моста уже одеты в два слоя – 11 сантиметров сверхпрочного асфальта. Осталось установить дорожные знаки, их будет чуть больше полусотни, нанести разметку и можно открывать движение. На сегодняшний день 99% объема работы по автодорожной составляющей выполнено в полном объеме. 19 километров пролива всего за 15 минут. Дорога в Крым еще никогда не была такой быстрой. Движения открывают раньше запланированного срока, поэтому пока пустят только легковые автомобили и автобусы. Грузовики здесь поедут уже после курортного сезона. Здоровье и экология, достойная жизнь, социальная среда, городская среда и образование. В столице прошла региональная партийная дискуссия «Единая Россия» направления 2026. На мероприятие работали тематические площадки. Координаторы проекта с представителями муниципальных образований Крыма обсудили способы решения проблем в регионах полуострова. Межмуниципальные дискуссии уже прошли ранее в Алуште, Евпатории, Феодосии, Красноперекопске и Нижнегорском районе. Лучшие предложения, касающиеся реализации проектов и повышения качества жизни в Крыму, будут отобраны и отправлены в Москву. После чего авторы актуальных для страны идей будут приглашены на федеральную партийную конференцию «Единая Россия», которая состоится уже в мае. Были сформированы самые наиболее актуальные проблемные вопросы, которые, на мой взгляд, несколько помешали реализации в полной мере данного проекта. На сегодняшний момент цель данных площадок была непосредственно выявить те проблемные моменты и предложить непосредственно на внесение на федеральном уровне, внести какие-либо изменения. В Каменке закроют свалку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. С понедельника полигон в Каменке функционировать не будет. Ни сортировки, ничего. Ни одна машина туда больше не заедет, подчеркнул он. Полигон в Каменке стал функционировать с 1981 года. В связи с тем, что он превысил допустимое количество принимаемых отходов, Минжекаха и Минэкологии Крыма рекомендовали руководству администрации Симферополя прекратить его эксплуатацию. Позже власти города сообщили о планах по консервации полигона, а с весны 2017 года отходы свозятся на полигон в селе Тургенево Белогорского района. Спелая, сочная и ароматная. В Крыму начался сезон клубники. Пока она тепличная, но ничуть не уступает обычной грунтовой ягоде собирать. Клубнику начали уже в Холмовке Бахчисарайского района. Здесь расположено крупнейшее во всей России тепличное хозяйство по выращиванию этой ягоды. В чем секрет хорошего урожая, узнавала наш корреспондент София Шукурова. Сочная, алая и необычайно ароматная в Бахчисарайском районе разгар сбора клубники. В день здесь собирают до 8 тонн ягоды. Собирают сладкую клубнику исключительно вручную. Затем укладывают сначала в пластиковый контейнер, потом в ящик. Причем способ укладки уникальный. Ягоды трогать руками запрещено. Самое главное – ее сорвать за хвостик. Вот если за хвостик сорвал, посмотрел, что она спелая, то есть она вот за хвостик, если самая главная укладка, чтобы она не испортила. Вот если мы ее уложили за хвостик, правильно, первый ряд, второй ряд, то есть она вот не болтается. И она уезжает в Москва, Питер, то есть уже ягода. Эти гектары клубники – крупнейшая в России площадь по выращиванию лакомства. За 8 лет местные агрономы увеличили клубничные плантации с 3 до 11 гектаров. Несмотря на неплодородную землю, специалисты без химии добиваются высокой урожайности. В сентябре у нас начинается посадка. Это где-то порядка 800 тысяч растений. Потом всю зиму мы за ними ухаживаем, лелеем их и в апреле начинаем собирать. Эта клубника не только красивая на вид, но и сладкая на вкус. Технология итальянская – солнце и вода крымские. Сорт клери выведен на Пенинском полуострове и считается элитным. Продукт экологически чистый. На этапе созревания фермеры не используют никакой химии. От вредителей защищаются биологическими методами. Здесь на территории 11 гектар выращивают клубнику только одного сорта – клери. Эта итальянка хорошо прижилась в Крыму. Она отличается высокой урожайностью, вкусностью ягод и транспортабельностью. Благодаря этим качествам клубника клери стала уже популярной у многих садовников. В этом году на предприятии планируют собрать рекордный за 4 года урожай клубники – 250 сантиметров с гектара. Помимо экспорта, часть ягод поставляется на крымские рынки. Проблема аграрии в том, что клубника из Греции и Турции намного дешевле, но по вкусовым качествам уступает местный. Министерство сельского хозяйства проверит привозную из-за рубежа продукцию на наличие нитратов. Это предприятие номер один сегодня в Крыму. Мы гордимся, что у нас есть именно в Бахчисарайском районе. У нас сейчас идут гранты. Мы хотим, чтобы молодые начинающие сельхозпроизводители КФК могли понимать, к чему можно достичь, начиная с гектара, с двух, с трех. На сегодня в Крыму 660 гектаров заняты клубникой. Это официально зарегистрированные предприятия. Сбор клубники в Бахчисарайском районе продлится до середины июля. София Шукурова, Магомед Нестуров, телеканал «Миллет». Прийти и одержать победу в Крымском инженерно-педагогическом университете. Состоялись соревнования по океу, кышенка и каратэ. Студенты крымских вузов выступили в различных техниках и весовых категориях. Подробности в сюжете Мухаммеда Зикиреева. Лучшие каратисты Крыма и просто любители восточного вида спорта дерутся только за победу. Продемонстрировать свою технику и научиться новому у профессионалов – одна из целей – участие в соревнованиях. Здесь каждый сам за себя. Завоевать первое место непросто. Техника довольно сложная. В каратэ, как и в каждом виде спорта, свои правила. Есть как и запрещенные, так и разрешенные удары. Но чтобы стать настоящим чемпионом, нужно упорно тренироваться и верить в свою победу. Я выступал в абсолютно весовой категории до 90 килограмм. Соперники ребята новые. Я первый раз с ними выступал. Достойно провели свой бой. Какой-то опыт я у них подчеркнул тоже. В принципе, соревнования прошли успешно. Каратэ Киукусинкай – действительно зрелищный вид спорта. Поединки, или как их принято называть у каратистов, кумите, проводятся в полный контакт без защитного снаряжения. Только ноги и руки. Единственное ограничение – запрет ударов в голову. За полвека Киукусинкай приобрел популярность во многих странах. В Крыму соревнования стали проводить относительно недавно. Но, несмотря на это, молодые каратисты уже удостоились многих наград. Ректор Кипу уверен, такие соревнования помогают развивать дух и силу воли. Я призываю нашу молодежь принимать участие в подобных соревнованиях. На какое-то время, на какой-то объем своего времени отказаться от гаджетов, отказаться от диванов, а прийти к нам, поучаствовать или как минимум поболеть, познакомиться с этим видом спорта, понять философию этого вида спорта и по возможности, конечно, участвовать и побеждать. С каждым годом каратэ набирает всю большую популярность в Крыму. Новички очень быстро достигают поставленных целей. Настоящий крымский характер. Многие спортсмены достигают уровня высшего класса. Они показывают хорошие результаты на республиканских и федеральных соревнованиях, достойно представляя Республику Крым. Мухаммед Зекиряев, Иван Евдокимов, телеканал Миллят. В Симферополе 1 мая ограничат движение для транспорта. В связи с проведением праздничных мероприятий будет временно изменена схема дорожного движения. Проезд по некоторым улицам Крымской столицы для транспорта будет закрыт. А регулировку движения будут осуществлять сотрудники ГИБДД. Также будет запрещена парковка транспортных средств к местам проведения торжества. С информацией, на каких улицах будет ограничено движение, можно ознакомиться на сайте администрации города Симферополя. А это были все новости на сегодня. Увидимся уже завтра. Приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин